Есть? Это Браво! И тема нашего сегодняшнего выпуска Сценическое движение Сегодня мы заглянем в актерскую школу 2054 На экзамен по этой дисциплине А потом встретимся с Владимиром Анатольевичем Сажиным Педагогу по сцену движения И Андреем Викторовичем Ураевым Педагогу по сценическому фехтованию И узнаем, зачем актеру Такие дисциплины, как сцен движения И фехтование Браво! Через минуту начнется показ Сценическое движение Специально для этого выпуска Я устроился в школу 2054 Педагогом по сценическому движению Чтобы была возможность записать эту программу Полгода занимался садистым классом Чтобы вы это увидели ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 карусельку. Откуда все эти названия упражнений, которые сейчас мы видим на разминке? Конечно, во-первых, Андрей Борисович Дразнин, мой учитель по движению Икутец Наниславский есть. Кто-то само придумывает, от хулиганства, от веселья, желание, как-то поднято строение Приходят люди с абсолютно разной базой, с разным уровнем. И какая цель, получается, привести всех к одному знаменателю? Ну, сначала, да. Не нравится мне одному знаменателю, но так не бывает. Не бывает. К пониманию, к пониманию того, чему занимаемся. Приходят спортсмены и поступают. Им оказывается сложнее думать тем, чему занимаемся, и думать телом, чем заниматься спортом. И очень многие теряются. Им приходится приложить много усилий, душевных, физических, какие-то функциональные, чтобы, ну, понять и преодолеть эти вещи. А другой слабенький, какой-то ничего не занимающийся никаким движением, вдруг что-то понимает, и такие результаты большие. И, вроде бы, даже сам этого не ожидал. Я когда учился, я почему-то не соединял в себе сценическое движение и физическое движение, и что есть вот спектакли без слов, пластические. Я тебе скажу, я понимаю этот вопрос, я тебе скажу, что я такой рабочий. Я такой просто вот замешиваю битом. Базу. Базу такую. Фундамент, да. Фундамент. Здравствуйте. Привет. Чего, ты учишь всех? Это педагог с фехтованием сценическом. Мы придем и на экзамен фехтования, и тоже посмотрим, как он проходит. Что на показе будет? Ну, самые первые шаги, азы, понимание того, что может их, собственно, делать, что могут они с ним сделать или сделали за эти какие-то всего лишь три месяца. 20 человек пытаются сесть на шпагат. Что смотрят? Что важно? Ну, главное, динамика, мне кажется. Динамика и желание преодолеть те, так скажем, пока не не устройство, не возможности. Один настроение. Возможности у всех есть одинаковые почти. За некоторое исключение. Вот. А желание иногда побеждает. Способность. Давай закругляемся. Спасибо огромное. Я уже начинаю волноваться. Я понял. Все. Все. Я думал, наоборот, скрасит волнение. Привет. Привет. Ну, что, как прошло? Мне понравилось. Вещи. Ну, в смысле. Я не знаю, мне понравилось. Я старалась. Старалась. Я делала. Делала. Это таблоид человека, который делал дело. И все. Что самое главное? Не бояться. Я думаю. Это точно. А во время того, как ты делаешь, что главное? Вот ты делаешь и что? Быть сконцентрированным. И если это через препятствия, то делать вот так, а не в препятствии, чтобы не удалиться носом. Все. Так. Зачем нужно в этом движении? Для того, чтобы уметь владеть телом. Ну, и, конечно, делать классные штуки в кино. Кувырочки, там все такое. Малый, может, вас боевик позовут сниматься, а вы такие... А тут он Сажин научил, и ты такой... И все. И фаул. Да. Фаул. Окей. И еще для чего? Что она дает? Зачем на первом курсе? Силу воли тренирует очень сильно. Потому что, когда что-то не получается, ты такой, я не могу, я не понимаю, но нету, я не могу, я не понимаю. Надо делать, несмотря ни на что, отключаешь мозг, включаешь только вот какую-то собранность такую, и просто делаешь шаг за шагом. Понятное дело, что никто сразу на плече не стоял. Так, так, потихонечку, помаленечку, ножка вылезла, одна, вторая. Ощущение, что все на шпагате сидят, все там ножки подняли. Но мы в двери делали. Ты заметил? Я делала и Саша Шнырёва. Мы в двери. Да. Встали и сделали. Да. Но мы вообще отличились. Это понятно. Где взаимосвязь между сценическим движением и актерским мастерством? Ловкость, сила воли, координация, умение включать мозг в нужный момент. Вот эти постулаты, которые просто необходимы для человека, который занимается этой профессией. Если тебе надо... Ну, физическая подготовность в любом случае. Тело должно быть красивым. То есть ты знакома с физическим театром, грубо говоря? С пластическим театром? Ну, если говорить про театр Виктюка, то да. И в этом смысле очень помогает. Потому что я вспоминаю, что делают там ребята и думаю, ну, я смогу. Это ему пределы. Это реально не сложно. Вот то, что они делают, это реально сложно. Как им это дает? Очень много тренировались. У них потрясающий хореограф, да. Ну, прям очень крутой. Кто? Владимир Бойер его зовут. И он с ними работает. У него какая база балет? Не знаю. Но вообще я видела, что он с ними тренируется так же, как мы здесь. У них там маты, они друг с другом поддержки делают, они тувыркаются. Вот это все. То есть сценическое движение готовят артиста. Получается, вот он выпустится и пройдет спектакль. И он готов к физической нагрузке? Естественно. Он готов сделать все, что угодно. Все, что режиссер потребует. Может быть, нужно какое-то решение, аж связанное с телом. Давай, давай, говори, говори быстрее. Мы это запишем. Меня зовут Лея Лиза Бангур. Мне 17 лет. Я из города Москвы. Я поступила с первого раза. Все. Так интересно. А как вам интересно, как зовут? Мы подпишем. Ты начнешь говорить, и внизу подписывайся. Так работает на телевидении. Да, ну ладно. В монтаже человек будет сидеть такой, и ему будет приятно. Можешь передать монтажеру привет. Игорь зовут его. Игорь, здравствуйте. Вы классно. У вас вежено? У него? Да. Не знаю, мне кажется, нет. А, ну, значит, заимеете когда-нибудь. Бомба. Браво! Зачем нужно фехтование актеру? Фехтование актеру нужно было во все времена, потому что на сцене существовали всегда какие-то пьесы, в которых присутствовали бои на мечах или на других видах оружия. Дело в том, что живое фехтование, какое такое оно было, на сцене присутствует тоже совсем недавно. А раньше его практически не было. Если мы думаем, что во времена Шекспира они там бились и фехтовали, этого фактически не было. Мы прекрасно знаем, что во времена Шекспира, например, было очень важно произносить текст с определенной горячностью интонации, делать определенные жесты. И, соответственно, были специальные для этого учебники, в которых даже жесты были прорисованы и так далее и тому подобное. И предположить, что будто бы вот эта театральная завывающая интонация не так была, например, что так была другая и поэтому там бои были правдивые. Нет. Дело в том, что правды хватало и так. Зритель шел немножко за другим. Это мы сейчас идем за какой-то правдой. Правда. Да, да. А зритель шел за другим. Он шел за театральностью, за настоящим, потому что правды было достаточно. Бокс был тогда, это самый мордобойный, знаменитый все это. Этого было очень много. То есть на улице еще тогда можно встретить людей, которые вдруг схлестнулись и фехтуют? Не на улице. Показательные, специально, на той же площадке, где завтра идет спектакль. Но и на улице могли. Только на улице это само собой. На улице это легко могли, там, вышел с утра и не знаешь, вернешься ли домой, потому что кругом оружие все, и человеческой жизни ничего не стоило. Да. Понимаешь? И только в начале 20 века Александр Иванович Люгар говорит о том, что, вы знаете, фехтование прекрасный предмет, но театру нужно специальное фехтование для театральной школы. И вот в театральной школе, русской, появляется предмет сценическое фехтование. Но сценическое фехтование это немножко другое. И самое интересное у нас сначала изучить фехтование, а потом переходить к сценическому. Потому что он считал это наиболее сложной какой-то частью. В принципе, мы так и делаем. Фехтование в этом смысле становится обязательной частью практического актерского образования только в России с начала 20 века. Например, самое главное качество, которое приобретает здесь и сейчас на этом предмете будущий актер – это умение держать сценическое дело. Правдиво, точно. То есть, если я задал вопрос, на него надо ответить. Если я не задал вопрос, на него отвечать нельзя. Если мы с тобой просто в словах, у тебя есть возможность просто меня не слушать и отвернуться. Здесь ты обязан ответить. Я тебя побуждаю к этому ответу. И вот это понимание, что я тебя провоцирую на ответные действия, в сценической фехтовании существует обязательно. Ну, плюс всякие качества такие, например, ловкость и так далее – тоже, само собой, необходимая вещь, потому что искать пристройки, как-то подвижный организм должен быть подвижен, фехтование тоже. Но самое главное – то, что действительно помогает оснастить себя пониманием, как существует сценический диалог и как в нем активно существовать. Вот эти мои активности, я требую действенного ответа. Совершенно верно. Либо тот же блок фехтовальный – это уход от ответа, но все равно ухожу. Я бы сказал, наоборот, подготовку к ответу. Что я скажу? Это оценка. Что я скажу? А, вот это. На тебе. Молился ты наше действие? Ой, что? Конечно, это всего лишь полсеместра. Ну, в смысле половина работы – один семестер, два семестра. Ну, для этого вполне удовлетворительно. Посмотрим, как дальше там будет. Но то, что они действительно видят, чувствуют и даже физически ощущают своего партнера через оружие – это все то, что и должно быть. А оружие, получается, имеет цель обострить… Конфликт. Конфликт. Да, безусловно. Да. Вот такой каламбур – обострить конфликт ножичком. В кино понадобится фехтование актера? Да. Сейчас, слава Богу, все чаще и чаще. Там единственная проблема, что режиссеры очень часто спустя рукава к этому относятся. И режиссеры, которые действительно очень здорово к этому относятся. Да, безусловно. В кино сейчас все ближе, сейчас больше. Но если брать, опять же, пресловутое голливудское кино, не менее четверти фильмов, которые выпускают «Фехтлит». Не менее четверти. Ну, из того, что помню, это «Звездные воины», «Убить Билла», все «Марвел» сериалы, эти фильмы. Конечно, конечно, конечно. А помимо еще там разные мушкетеры, одних мушкетеров разных, много там замечательных. Опять же там… Сериалы «Игры престолов». Игры престолов. Викинги. Ну, я же тебе говорю. «Триста спартанцев» и тот самый… «Гладиатор». И так далее все. Я правильно понимаю, что у актера появляется возможность больше светиться лицом в кадре, потому что действительно сейчас можно взять общий план и увидеть, что действительно актер делает. Конечно, есть и каскадеры и… Есть. Конечно. Ну, живо этой реакцией. Конечно, без какого-то живого навыка тяжело, потому что можно со спины снять каскадера, а можно с лица снять и актер. Что-то ты расскажешь, ты же сам выйдешь в кино, ты же это сделаешь. Да. Ну. Итак, сценическое движение развивает в актере непосредственно саму пластику и тем самым дает большую пластическую выразительность актеру. Оно снимает зажимы с актера и позволяет ему понять, что такое процесс и также приучает его к работе. Сценическое же фехтование учит уже о замработе с партнером, актерской игре непосредственно. То есть актер со шпагой на меня нападает, я защищаюсь, то есть учит взаимодействию. Если партнер мой что-то мне сказал, как-то на меня воздействует, я принимаю это событие и реагирую в ответ. Плюс работа со шпагами учит внимание к партнеру, потому что это достаточно опасно, то есть обостряются предлагаемые обстоятельства и реагировать нужно достаточно быстро, аккуратно и быть невероятно внимательным к партнеру, что очень важно для актера. Вот такие стоят задачи у этих дисциплин и они невероятно важны. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и ждите новые темы. Пока-пока! Это Браво! Браво!